Девятого декабря в Лас-Вегасе свой очередной поединок может произойти Джерон Т.Д.С. По данным неофициальных СМИ, одним из потенциальных соперников Дэвиса является Кит Турман, который не боксировал в февраля прошлого года. Бой пройдет в промежуточном весе. Недавно также появилась информация, что одним из возможных декабрьских соперников Дэвиса является Исаак Круз, которого американский боксер в прошлом уже побеждал по очкам. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса последних дней. Погнали! Конор Бенн и Крис Юбинг младше обменялись выпадами в социальных сетях. Позаботься о бизнесе в США. 18 месяцев не ринга и сразу же вернулся. 22-0. Ты в полном дерьме пацан. Я наглуху вырублю тебя за 3 раунда. Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Джо Джойса в реванше с Жанном Желеем. Бойцы проигрывают и возвращаются. Я видел много таких случаев. Джойсу 38 лет, но у него небольшой стаж, если говорить о профессиональном боксе. Это был его 16-й или 17-й бой. Посмотрим, что будет дальше. Это решать ему. Джойсу следует подумать о завершении карьеры, поскольку путь назад не будет легким. Для него есть хорошие бои, но ни один из них не будет легким. В первых двух раундах Джойс сражался нормально. Он сводил на нет леворуке стиль Желея, но к сожалению потерял концентрацию. Все сложилось в другую сторону. Джойс ушел в небольшой обмен и пропустил удар мирового класса. Это был отличный нокаут. Также Уоррен верит, что временный чемпион WBO в супертяжелом весе Жанн Джелей может победить Александра Усика. Джанн работает с нами. Его дела ведет Квизбери промоушенс. Джелей обладатель временного титула WBO и в следующем году он подерется чемпионом WBO. Этот бой будет назначен, и он с нами. Послушайте, если Джелей поймает Усика одним из своих ударов, то нокаутирует его. К тому же будут драться два левши, так что это будет интересно. И Джелей не глупый, он знает слабые стороны Усика. Бывший чемпион Карл Фрот считает, что Джо Джойс должен подумать над завершением боксерской карьеры после поражения в реванше Жанну Желею. Джо Джойс, к сожалению, свои 38 лет. Куда он пойдет дальше? Что он делает сейчас? Разгромные поражения подряд и тот нокаут. Я просто не думаю, что он сможет что-то сделать. Даниэль Тюбал может вызвать его. Но я просто думаю, что Джойсу некуда идти. И действительно ли он хочет куда-нибудь идти на том этапе его карьеры, в тот период его жизни? И то последнее поражение было абсолютно загрушительным. Я просто думаю, что это может стать для него концом. Грустно об этом говорить. Дерек Чесор остался расчарован выступлением Джо Джойса в реванше с Жанном Желеем. Единственное, что сделал Джойс, набрал 11 килограммов. Это было единственное изменение, которое он внес. Я, блин, не знаю, что он там делал. Я разочарован им. Джелей просто выжидал. Это бокс. Что я еще могу сказать? Я сказал Джорджу и Фрэнку Уоррену, что хочу подраться с Желеем. Я побью его. Джойсу дальше следует подраться с Даниэлем Дюбуа. Не знаю, кто победит, но он против Дюбуа. Это отличный бой. Шон Джордан. Тренер Джана Желея заявил, что его подопечный досрочно победит Тейсона Фюри. Джелей только начинает. Не забывайте, что Джош Форман стал чемпионом мира в 45 лет. Джан только начал. Он свежий. Он не получил никакого урона. Мы можем выступать еще 5 лет. Следующим соперником Джелея будет тот, кто выставит против него. В данную минуту меня не волнует, кто это будет. Тейсон Фюри, Энтони Джошуа, Дуанте и Уайлдер. Нам плевать. Мы хотим их всех. Как закончится бой с Желея с Фюри? Увидели его уступление в бою Джо Джойсом? Фюри уснет. Сам Джан Желея уверен, что без проблем нокаутирует Усика. Без проблем. Он боец первого тяжелого веса. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok